То, что наш муниципалитет очень богат на таланты, мы все еще раз недавно смогли убедиться на церемонии чествования созвездия талантов 2022. И там были, что называется, звезды первой величины из числа одаренных ребят. Двое из них были приглашены на прием в главе Славянского района Роману Синеговскому. Алексей Абаев, учащийся 10 класса 3 средней школы, стал призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по литературе, абсолютным победителем Всероссийского литературного конкурса класс, призером и победителем целого ряда конкурсов и олимпиад. Александр Киселев, учащийся 10 класса 12 средней школы, призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку. Именно они вместе со своими родителями пришли к главе района об их успехах в учебе, олимпиадном движении, шла речь на приеме. Роман Синеговский поблагодарил учащихся за достигнутые успехи и пожелал им всего самого доброго. Наверное, правильно идти именно туда, что в чем ты талантливый, что у тебя получается. Еще больше развивать навык, талант свой и проявлять до своей способности. Мы гордимся, честно сказать, вот Елена Алексеевна вот не так давно награждали наших талантливых ребят, что вы прославляете Славянский район, родителей своих, которые гордятся вами, так что молодцы. Так держать, я думаю, это не крайне ваше достижение. Мы за вас рады, дай бог успехов, хорошо провести каникулы сейчас. В 11 классе хорошо сдать экзамены. Глава Славянского района Роман Синеговский вручил ноутбуки от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьевой памятные подарки от себя школьникам-призерам. Эти ребята действительно уже смогли добиться многого. Впервые за много лет у нас есть два призера Всероссийской Олимпиады школьников. Это Киселев Александр, учащийся 10 класса 12 школы, и Абаев Алексей, учащийся 10 класса школы номер 3. Ребята стали призерами, вошли в тройку лучших на территории Российской Федерации по немецкому языку Александр и по литературе Алексей. Это очень значимая победа, мы гордимся нашими ребятами и желаем им в будущем достигать еще больших побед. Ждем от них 100 баллов на ЕГЭ. Учащимся было очень приятно, что их пригласили на прием к главе района, ведь это реальное признание их усилий и заслуг. Я был в первый раз здесь. Надеюсь, это не последний раз. То, что я в следующем году могу также порадовать такими же результатами. Я, получается, знаю немецкий язык, русский язык, изучаю английский язык, когда-то еще и изучал французский язык. Ну и в принципе я не волновался на Олимпиаде, потому что, ну я считаю, что вообще для чего волноваться. Как бы мы показываем свои знания, и если ты достойно подготовлен, то можно хорошо сдать эту Олимпиаду. Очень приятно, да, побывать у главы района. Я у него во второй раз, и оба раза были, можно сказать, по большим праздникам. Первый под Новый год по поводу вручения губернаторской премии одаренным детям. И вот второй раз, это во время окончания учебного года, тоже праздник, особенно для таких детей, как я. Вот, и тоже повод приятный, поощрение за Всероссийскую Олимпиаду школьников. Это, безусловно, вдохновляет, это воодушевляет и помогает двигаться дальше. Да, они не собираются останавливаться на достигнутом. Они будут упорно двигаться дальше. Ведь впереди у них еще учеба в выпускном классе, получение высшего образования. И они, думается, никогда не забудут, что взяли хороший жизненный старт в Славянске-на-Кубани. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».